Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. 2 августа 2018 года. Четверг. Поздравляю всех, кто отмечает День наших десантников, воздушной нашей пехоты. Мы продолжаем наш живой эфир, который посвящен теме «Грифон. Символ Единой Великой Империи». Дмитрий Белоусов главный у нас сегодня рассказчик. Интересный доклад получился. И пришло время нам поговорить с нашими зрителями и слушателями. Первый вопрос пришел от Ярославы. А может быть такое, что Грифон – это Василиск? На некоторых гербах похож на Энова. Вы знаете, да, действительно похож, но Василиск – это все-таки несколько другое существо. Оно все-таки отличается. И нельзя их называть вместе. Вот, к сожалению, ну или к счастью, может быть, для нас, да, это разные существа. Опять же, я подчеркну, что Грифон, он был всегда, а Василиск появился, ну, скажем так, пришедший. Он пришел с Запада. Его не было изначально на Руси. Вот, поэтому это разные существа. Точно так же, как и змеи разные, да. Вот, то, что я упоминал, там, и драконы разные. Все разные существа. Хотя и близкие, и похожие. Алексей. Хорошо. Дальше Алексей Романов. Почему, по Вашему мнению, именно город-герой Керчь сохранил Грифона как официальный герб города? Ну, потому что расположен Керчь в Крыму, а на территории Крыма было Крымское ханство. Это остатки Тартарии. Опять же, кто сказал, что только Керчь? На сегодняшний момент, значит, изображен Грифон не только на гербе Керчи. Да, в Керчи есть, значит, там, для тех, кто не знает, Грифон с поднятыми передними лапами, под ним ключ и сверху корон. Да, значит, в общем, самое интересное изображение Керчи – это вот более древнее, когда в 1845 году, там есть рисунки. Но кроме Керчи, значит, Грифон есть, например, на гербе Республики Алтай. Помните, я говорил, что Гриф был в Сибири? Вот, пожалуйста. Там Грифон стоит на задних лапах с раскрытыми крыльями, вверху горы. Да, пожалуйста. Дальше Грифон есть на гербе города Верхняя Пышма. Значит, там Гриф с поднятыми крыльями, держит в руках ключик и стоит как бы на грибне такой желтой стены. Да, и вверху то ли корона, то ли кусок стены, таким полукругом как бы загружены. То есть, вот как минимум два других города, которые тоже имеют Грифона. Ну, а Крым, я сказал, потому что это остатки Тартарии. То есть, есть герб Малой Тартарии в Крымском ханстве, и там три Грифона на гербе Малой Тартарии стоят на задних лапах, а передний держат вот так вот вперед. Это герб Малой Тартарии. А Керчь – это один из крупнейших городов древности, который остался. Вспомните Тараканское царство, наше, славянское, между прочим. Так что, здесь все закономерно. Алексей. Далее Владимир Азматич. Здравия всем, здравия Дмитрий. Кому из историков можно верить? Хороший вопрос. Почти никому. Дело в том, что представьте себя на месте человека, который в течение 70 лет советской власти честно выполнял все то, что ему говорили. Был при этом обласком деньгами, званиями, материальными благами, типа квартир, машины и так далее. И внезапно сейчас выясняется, что кроме тех фактов, которые заложены в учебнике, есть в 100 раз больше фактов, которые не вписываются в эту немецко-романовскую историю, прозападную историю, написанную немцами в конце 17-го, в начале 18-го века и популяризированную Карамзиным. Когда у тебя два факта, а тебе сверху 100, ну и что им делать? Молчать. Они и молчат, собственно говоря. Нет, есть определенное количество очень небольшое людей, которые пытаются что-то сделать, но они не занимают ловенствующих высот. Более того, значит, все то, что не вписывается в каноны официальной немецко-романовской истории, заранее объявлено, что это такой типа фэнтези, что этого ничего не было. Люди врут прямо в глаза, не стесняясь совершенно. Когда с ними начинаешь спорить, получается очень смешно. Это разговор глухого со слепым. Понимаете, вот я до того момента, как начал спорить с официальными историками, всегда считал, что самые косные это были какие-то там инструкторы в райкомах партии в советское время. Вот нет. То есть вот наши доблестные официальные историки 100 очков дадут инструкторам райкомов партии по косности. То есть они не хотят и не желают слышать аргументов, они не хотят ничего менять, потому что это затрагивает их материальные интересы. И ждать от них чего-то бесполезно. Слава Богу, полотина заввения прорвана. Все больше и больше фактов настоящей истории становится известно. Все больше и больше книг, старых, старинных книг с описанием совершенно другой истории сканируется и появляется в интернете. И любой желающий может составить свои собственные понятия о древней истории, прочитав их. Я напомню, что мы ведем список, который называется «100 книг по русской истории», расположенный на нашем сайте «Русимперия.ру». И там по блокам сегодняшние книги, старинные книги, там на сегодняшний момент почти 200 различных книг с гиперссылками. Их можно скачать и прочитать. А официальные нет. Увы, ах. Нельзя найти черную кошку в черной комнате, если твоя зарплата зависит от того, что ты ее никогда не нашел. Вот так, Алексей. Хорошо. Ярослава, вопрос в эфир. В 2016 году появился герб на монете. С чем это связано? Поясните. Ну, хотелось бы понять, на какой монете. Потому что и какой герб сейчас такое великое количество выпускается. Поэтому нужна конкретика, чтобы можно было ответить на этот вопрос. Алексей. Далее Ярослава пишет. Сказитель. Грифоны охраняли золото древних? А сейчас они что охраняют? Где золото? Нет. Они охраняли все-таки не золото. Я специально этого коснулся, когда говорил о древних грифонах. Грифоны охраняли сокровища. Кто сказал, что это золото? Понятно, что в западном мире ослепленным золотом они ничего больше, кроме золота, никогда не видели. Но не у нас, не у славян. У нас никогда не было золота и деньги на первом плане. Никогда. И я специально оговорил, когда рассказывал, что охраняют грифоны, что грифоны охраняли не золото, а сокровища. А сокровища – это знания. Исключительно знания. Вот так. Алексей. Далее. Геннадий из Твери. Раз так написано у наших дворян, что правили в Египте, то почему этого нет в бархатной книге? Не видел там такого. И молчат наши фундаментальные историки. И где о том, что дворяне наши в Египте правили, можно прочесть? Ну, прочесть можно у меня в книге. И даже посмотреть сканы. Всего этого дела. Да, пожалуйста. Без проблем. Это все есть. Отдельный скан. Ну, без... Вот условием договора. Значит, только скан, как вы, да, есть и на сайте. Можете зайти, посмотреть, пожалуйста. Значит, как я уже говорил, буквально полчаса назад, это не у всех дворян. Значит, в частности, если вы посмотрите родословную князей у русовых, значит, возьмете гербовник, да, значит, и там... То есть, он официально выпущен гербовник. И там, значит, под строчкой потомства Дегея Мангита, 1399 год, значит, написано, что предок сего рода, там, такой-то, такой-то. А вот в древнейшие времена в Египте, в других местах были царями. Ну, дальше там нагайские тартары, там, и так далее, да, так сказать. Ну, вот есть такая фраза. Вот, и можно поднять гербовник и посмотреть. Ну, а почему официоз молчит, еще бы он говорил. Я вот в позапрошлом вопросе отвечал. Они будут молчать, как партизаны. От этого зависит их благосостояние. Что они врали столько лет, а теперь, пожалуйста. Алексей. Далее, Искатель Истины вопрос задает. Найдены ли хоть какие-нибудь костные останки Грифона? Ну, видите, для начала нужно определиться, что такое Грифон по остаткам. Да, как я упомянул, уже, значит, на территории современной Монголии найдены остатки протоцераптуса. Протоцераптус. Вот так, язык сломаешь. Вот, это динозавр. Динозавр по костям, он очень напоминает Грифона. По крайней мере, там те же лапы, тот же огромный клюв и так далее. Значит, найдены ли в других местах остатки, мне неизвестно, потому что археолог – существо подневольное. Прикажут, уберут запасники, прикажут вообще выбросить. Но то, что в Монголии такого находят, это известно. Алексей. Хорошо, далее реплика в эфир от Геннадия Корового. Но почему же только на юге скифы были? Тот же В. Ян писал о скифах, например, Меч Зарины. И о них их выводил, и он их выводил как предков казахов. Подождите. Я только что специально раз в пять упомянул, что скифы были не только в Печерноморье. Я упоминал об этом много-много раз. Наверное, просто пропустили. Что скифы жили вплоть до Северного Ледовитого. Что изображения грифонов, скифские изображения грифонов, в частности, в ювелирке, в золотых украшениях, в конских упряжах, в ремнях креплений находят от территории нынешней Румынии до Хантамансийского округа. Вот с запада на восток, и от Северного Ледовитого океана до Средней Азии. Вот ореол империи. Кто сказал, что вот такой маленький кусочек, я этого не говорю. Территория империи простиралась от моря до моря. Только так. Потому и называлась империя. Алексей. Василий Васильевич спрашивает. На гербе Тартарии изображен филин. Что скажет об этом сказитель? Во-первых, не филин, а сова. Мудрая сова. Достаточно близкие. И сова же, как я уже упоминал полчаса назад, изображена на флаге самой Тартарии. То есть, есть два флага Тартарии. Один обычный флаг Тартарии, а второй императорский флаг. На обычном флаге это изображение черной совы на желтом-золотистом фоне. А на императорском флаге Тартарии изображение грифона черного на золотистом. Вот так. Алексей. Далее, Василий задает вопрос. Что знает сказитель про Китовраса? Хороший вопрос. Не готов ответить сейчас хуже. Далее, Леночка Вея. Вопрос. А почему во всем мире одинаковая архитектура? Как сейчас говорят сталинские постройки? Ну, потому что все шло из одного центра. Только и всего. Вот я специально в свою книгу добавил главу, которая называлась «Далекое начало». И это «Далекое начало» было здесь у нас, на севере Евразии. Да, это было безумно давно, многие десятки веков назад. Но, тем не менее, именно отсюда, с наших евразийских территорий, арии распространялись по Айкумене. Именно отсюда они начинали свое движение. И, соответственно, несли с собой культуру, несли с собой грамотность, несли с собой те или иные навыки. И, соответственно, и постройки одинаковые. Я вот в одной из лекций приводил пример, что на сегодняшний день есть Аркаим, знаменитый город древних айр. Очень-очень знаменитый. И он, конечно, не шибко отражается по телевизору и так далее. Так вот, если мы посмотрим города древних Этрусков или определенные стоянки, которые использовали воины римских легионов, то мы получим ту же самую архитектуру. Бублик. Круглый бублик. Точно так же, как строили Аркаим. Так что, если центр один и архитектура одна, почему удивляться, Алексей? Хорошо. Искатель истинно тебе вопрос задает. А не его ли, то есть Грифона, Георгий Победоносец с копкем проткнул? О, вот здесь очень интересная тема, достойная даже отдельной тематики. Нет ни его. Но, к сожалению, есть фальсификация от церкви. И очень большая. Любой желающий, я подчеркиваю, любой желающий может поехать в Старую Ладугу. Это здесь у нас, на северо-западе. И посмотреть на фрески с изображением святого Георгия Победоносца. Я подчеркиваю, любой желающий. Там стоит церковь Георгия Победоносца, где первое на нынешней славянской территории самое древнее изображение Георгия Победоносца, пронзающего копьем. А вот нетушки. Там вообще нет копья, во-первых. Понимаете? Это выдумка церкви. На фресках храма в Старой Ладоге, в том самом, где молился Александр Невский перед битвой, копья нету, во-первых. Потому что нельзя злым делом совершать доброе. Так написано в летописи. Вокруг горлышка змея накинута удавочка. И победил он змея молитвою добрым словом. И ведет его в город на суть людскую. А что касается самого змея, там изображен натуральный змей, такой зелененький, пузатенький и так далее. Подчеркиваю, зелененький и пузатенький. То же самое есть на более молодых, но относительно молодых церквях, которые есть в разных других на сегодняшний момент независимых странах. Там в Грузии, например, в Абхазии. Вот только буквально месяц назад смотрел иконы в храме Георгия Победоносца в Абхазии. Там нету грифуна, понимаете? Там змей зелененький, пузатый. На трех иконах из четырех. А на четвертой, ну типа вороны, вот такой вот изображенка его, да? Все, нету там грифонов, в принципе нет. И на старых гербах тоже нету грифонов. Есть змей, пузатенький змей. А вот после того, как татария была, так сказать, побеждена, вот сразу, как бы, да, на всех иконах, которые стали рисовать иконописцы церкви, так вот сразу на всех иконах вместо пузатого змея стали изображать тартарийского грифона, побежденного. То есть был змей, стал грифон. Почувствуйте разницу, да? Значит, и в том числе и на гербе Москвы, если уж мы касаемся этого, да? То есть есть обыкновенная подмена. Просто большая подмена. Вот так вот, Алексей. Белый Волк, вопрос сказителей. Что же дальше теперь делать? Так много информации всплывает. Так много доказательств. Множество докладов по интернету о потопах и так далее. Может быть, пора объединить знания и подать петицию, что ли? Ну, куда подать не написано. Ну, во-первых, значит, толку от петиции. Я вам приведу пример. Ну, сейчас 2,5 миллиона людей подписали петицию против повышения пенсионного возраста. И что? А ничего. Поэтому, ну, смысл, понимаете? Здесь вопрос стоит о том, что нужно распространять правду, потому что, еще раз говорю, плотина прорвана. Причем, жалко распространять не отдельные кусочки, а то, что хоть как-то систематизировано. Да, какими-то, ну, такими блоками. Вот. Потому что надеяться на то, что господа от официальной истории прекратят врать, но говорить правду, еще раз говорю, это, ну, очень большая наивность. От этого зависит их благосостояние. Они ни на миллиметр не сдвинутся от всей той немецко-романовской лжи, которой нас кормили последние, ну, минимум 70-100 лет, а реально около 300. Просто, если во времена царизма, во времена Российской империи, кроме официальной точки зрения, была еще и неофициальной, и люди совершенно спокойно этим обменивались и обсуждали, то во время советской власти, ну, к сожалению, любая альтернативная точка зрения была вырвана с корня. Поэтому нужно пропагандировать то, что есть. Значит, мы со своей стороны стараемся, во-первых, удержать список литературы, ту, которую можно прочитать, та, которая хоть как-то отражает. Опять же, я считаю, что ту книгу, которую я выпустил, она хоть как-то, но собрана все вместе. Да, и, ну, пусть и, понятно, объем книги ограничен, но тем не менее, да, хоть как-то пробуждались мозги, разум, и понимали, что кроме вот этой лжи и школьных учебников есть огромное количество исторических фактов, от которых вот вся официальная история рулится как карточный доллар. Со своей стороны, ну, могу только обещать делать статьи, да, там, если получится, там, перевыпустить книжку, уже сейчас она уже выпущена, как бы, да. Вот, например, эта статья про Грифона, ну, она появится отдельно на моем сайте, на русимперия.ру, ну, потому что там очень большое количество изображений, а людям, конечно, хотелось бы не только слышать эти факты, но и видеть вот со своей стороны. А вас призываю распространять эту правду, ну, и не верить официальной лжи, Алексей. Далее, Искатель Истины. Дмитрий, скажите, а в печатном варианте есть ваши книги? Да, она есть, она еще пока есть. Она выпущена в прошлом году в издательстве Концептуал, значит, был уже двойной, двойная допечатка, но пока еще есть, дешевле всего в магазинах издательства и через интернет заказ, ну, а так лежит и в сетях, но там дорого, там, сети безбожно повышают ценники, и то, что там, даже не 100%, безумное количество. На страницу Концептуала можно выйти с моего сайта, там открыть любую часть, первую, вторую, да, и там есть ссылка на страницу издательства, ну, или найти через поиск. Хорошо. Олег Варапаев, реплика в эфир. Благодарность сказителю. Я живу в США. Здесь очень много людей используют изображение совы на своих домах. В магазинах можно приобрести сову для декорации дома. А вопрос в чем? Эта реплика как раз пересекается с тем, что на гербе Тартарии была изображена мудрая сова. Может быть, как раз многие люди как-то так помнят об этом и свои дома совой украшают. Наверное, к этому сводилась реплика. Ну, хорошо. Все вопросы реплики мы озвучили, и нам необходимо каким-то образом подвести итог сегодняшнего эфира и в заключении сказать что-то доброе, вечное, красивое. Пожалуйста, сделай это красиво. Я хотел бы, уважаемые слушатели, обратиться к вам. На примере вот этой лекции я рассказал, как много у наших предков, скифов, сарматов, вунов, чингисидов, древних русов было то, о чем мало рассказывают. В частности, наш символ, славянский символ, символ Грифона. Я вас призываю, во-первых, выразить, крайне мере для себя, благодарность нашим великим предкам, которые создали огромную империю, благодаря которым у нас сейчас достаточно большая страна, с большой территорией, с большими полезными ископаями. Это все заслуги наших предков. Я призываю вас быть достойными наших великих предков, тем более в нынешней ведущейся идеологической войне с Западом, не поддаваться на всякие денежные провокации, потому что деньги с собой в могилу не унесете. И так говорили и наши предки. Поэтому будьте достойны своих великих предков и гордитесь своей страной. Поверьте, нам есть чем гордиться. Спасибо. Благодарю тебе за интересный рассказ и хорошие ответы на наших ресурсах slavradio.org и на канале в YouTube, youtube.com.slash.slavradio много комментариев появляется под твоими роликами. Комментарии разные. Кто-то ругает, кто-то восхищается, кто-то говорит, молодец, стань, держать, не останавливайся. Сразу хочу сказать, что все мы в чем-то можем ошибаться. Но ошибка эта еще не есть злой умысел. Если кто-то ругает и говорит, что вот на народно-славянском радио появляются какие-то провокаторы, потому что слово вот это означало другое, или вот это вот написано там вот так, я думаю, что это неправда. Если даже кто-то из наших сказителей, да и я в частности, мы в чем-то можем заблуждаться или ошибаться, мы еще не являемся провокаторами, не являемся врагами. Мы только высказываем свою точку зрения, свое познание. И чем глубже человек изучает тему, тем больше вероятности того, что он что-то интересное нашел. А вот когда мы просто судим по одному только слову, когда мы судим только исходя из того, что нам в головы когда-то закралось, или кто-то нам вложил что-то в головы, вот тут мы сами можем ошибаться. То есть к чему я это все говорю? Когда вы пишете про то, что кто-то ошибается и там как-то поносит этого человека, задумайтесь, а не ошибаетесь ли вы, находясь на той позиции, которая вынуждает вас это написать? Просто подумайте, а может быть ошибка не с той стороны, а с вашей? И это позволит вам остановиться в ругане, задуматься о том, что происходит, и найти верные ответы не только в том месте, где вы их раньше получали, но и в других местах. Может быть, как раз там истина и находится. На этом я с вами хочу попрощаться. Напоминаю, что 2 августа 2018 года, четверг по одному из современных календарей, грифон – символ единой великой империи, теперь понятно, какую империю имел в виду Дмитрий Белоусов, автор сказитель сегодняшней нашей программы, и низкий поклон ему за то, что он сделал так интересно все и красиво. Такой доклад получился замечательный. Желаю вам всего самого доброго, друзья мои. Будьте счастливы. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Слёв. Народное славянское радио. Для пытливых умов. Для пытливых умов. Но не не дparty. По-програмworth Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...